Всем привет, мои любимые флоты Великолепного Века, с вами Кира Котова и сегодня поговорим о продолжении Великолепного Века Империи Нурбану, основанной на реальных событиях. Хотелось бы вам напомнить, что у Нурбану есть свой лейст, переходите по подсказке выше или по ссылке в описании к данному видео. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх и нажимать на колокольчик, с нами он будет еще интереснее. После того, как умер Сулейман, к власти пришел Селиму Нурбану. Нурбану ликовала от того, что она теперь станет валиде, но не тут-то было. Селим объявил на роль валиде, точнее управляющей Гарима Михримах Султан. Она переехала к Селиму. Михримах в подарок своему любимому племяннику подарила наложницу Софье. Это было в 1560 году. Историки рассказывают, что Софье была венецианкой и звали ее София Баффа. Получается, что она могла быть родственницей Нурбану. После того, как Софье под крыло взяла Михримах, то Нурбану сразу с опаской стала относиться к Софье. А девушка в свое время училась хитростям в жизни Гариме от Михрима. Мурат, третий сын Нурбану, поначалу интересовался политикой и был часто на заседании дивана своего отца. Когда Мурат отправлялся в свой Санжак, то Софье была в тот момент с ним. Селим строил хамам и поехал проверять, как идет строительство. К сожалению, он подскользнулся и ударился головой, что привело его к смерти его же Бани. Нурбану всеми способами пыталась скрыть тело, чтобы никто не узнал о смерти султана. Ей необходимо было дождаться приезда сына. Селима положили в ванну со льдом. Когда Мурат приехал, он зашел на престол. Всех своих братьев он приказал убить. Ему тяжело это далось. Историки считают, что до своего правления у Мурата была только одна любимая наложница – это Софье. Связано было это с мужским бессилием, и якобы только она, Софье, умела с этим бороться. Это можно проверить, так как до правления детей Мурату рожала только Софье. У султанши и Мурата было трое девочек и двое сыновей. К сожалению, один малыш умер во младенчестве. Звали его Махмуд. Умер он в 1581 году, поэтому единственный шик задан в тот момент был Мехмед. После того, как Мурат стал правителем, у него появилось много наложниц, которые рожали ему детей. То ли он вылечился, то ли были еще какие-то причины, но от политики он ушел вовсе. Из-за него правил Нурбану и великий визирь. В общей сложности у Мурата было 20 мальчиков и 27 девочек. Софье сильно ревновала его к наложницам. Конечно, не без участия Нурбану. У пары случались конфликты. Чтобы удержаться на своем месте, Софье стала сама покупать султану наложник. После того, как Мурат стал султаном, Нурбану прожила еще 9 лет. Конечно, война между Нурбану и Софье была, но султанша не выдержала и проиграла из-за своего возраста. Нурбану скончалась в 1583 году. Софье так и не смогла выйти за вузы Мурата. Но она сосредоточилась на своем 15-летнем наследнике Мехмеде, которого готовила к трону султана. Мурат боялся Мехмеда и пытался его убить. Софье же пресекала все его попытки. В 1595 году умер Мурат Ретий и к власти пришел сын Софье Мехмед, что позволило Софье получить безграничную власть. Что вы думаете по данному поводу? Обязательно делитесь в комментариях. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх и нажимать на колокольчик, что им будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok